Здравствуйте! Вы смотрите программу Реальной Кадры. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Одинцовском филиале МГИМО. Я хочу познакомить вас со студентами Международного Института Энергетической Политики и Управления Инновациями. Эти ребята стоят у истоков создания инновационного клуба. Здравствуй, Даниил! Здравствуйте! Очень интересно сегодня более подробно узнать о деятельности этого клуба, узнать о его основных направлениях, о членах этого клуба. Но, конечно же, хочется начать с того, как вообще родилась идея появления и создания инновационного клуба на базе вашего университета. В первую очередь хотелось бы сказать то, что создание данного клуба, идея создания данного клуба не является спонтанной. Прошли долгие месяцы труда перед тем, как мы смогли создать данный инновационный клуб. Создание инновационного клуба идет в ногу с экономикой, с экономическим развитием как Российской Федерации, так и всего мира. Получается, сегодня современный мир диктует свои требования, и создание подобных организаций, это, в общем-то, обусловлено временем? Конечно, это обусловлено временем, потому что давайте посмотрим на основные, самые значимые корпорации в России. Они все создают стратегии, исполнение которых невозможно без применения инновационных технологий. Так, например, Роснефть. Это компания, с которой у МГИМО, Международного института энергетической политики, есть соглашение. Роснефть только за прошлый год увеличила инвестиции в программы инновационного развития на 11,6%, то есть до 50 миллиардов рублей. Это значительная сумма. Таким образом, все понимают на данный момент государство, международные корпорации, частный бизнес. Все понимают, что инновации – это очень важно. Ну и, соответственно, инновационный клуб, он как раз-таки, наверное, и рассматривает все эти бизнес-стратегии, все успешные бизнес-стратегии, и уже в дальнейшем переносит, наверное, на куда? Конечно, конечно. Как? Вот дальше будет развиваться? Да, инновационный клуб именно ставит перед собой цель дать студентам возможность работать с информацией, которую они дальше смогут использовать в своих научных статьях, научных исследованиях. Эта информация касается инновационного развития как государства, так и частного бизнеса. То есть студенты получат возможность погрузиться в научную работу. Давай, наверное, пройдем, познакомимся с другими ребятами, которые в том числе являются членами инновационного клуба, поговорим с ними. Конечно же, хочется, чтобы вы рассказали о вашей работе более подробно, потому что, когда студенты увлекаются наукой, причем не в чистом виде, а еще используют инновации, разрабатывают собственный бизнес-стратегии, я думаю, что это очень интересно. Пойдем? Это очень интересно. Здравствуйте. Добрый день. Я так понимаю, что сейчас идет подготовка к очередному заседанию инновационного клуба? Так точно. Даниил, представляйте. Позвольте мне представить вам члена руководства инновационного клуба Веронику Белостропову. Вероника, нам уже Даниил немного рассказал о инновационном клубе. Как родилась идея его создания? Нужно заметить, что инновационные процессы занимают сейчас очень большое внимание как на российском уровне, так и на международном. Поэтому, разумеется, процесс создания был достаточно длительным. Но, тем не менее, современные тенденции диктуют актуальность создания инновационного клуба. Мало создать инновацию, мало создать технологию. Нужно еще понять, как с ней работать, как ее применить и как она может быть внедрена в производство, как может быть использована в бизнесе. Кроме того, очень важной задачей сейчас является понимание, как управлять инновациями. Именно поэтому на базе Одинцовского филиала МГИМО в МИЭПе у студентов Международного института энергетической политики и управления инновациями в Одинцовском филиале МГИМО есть прекрасная возможность обучаться принципиально новым программам. На бакалавриате это Международный бизнес и управление инновациями, также Мировая экономика и инновации. Что касается магистратуры, то это программа экономика и управления инновациями. И в том числе клуб внедрен в процесс обучения? Разумеется, мы очень активно привлекаем студентов к научно-исследовательской деятельности, потому что аналитическая деятельность на данный момент является довольно-таки значимым моментом в научной деятельности, потому что студенты должны не просто понимать, что есть инновации, они должны понимать, как их развивать, должны видеть общую картину и, в общем-то, с этим уже дальше работать. Какие цели и задачи ставите вы в своей инновационной работе? Конечно же, первой и главной самой задачей для нас является повышение информированности студентов о важности инновационного развития в нашей стране и во всем мире. Мы планируем проведение различных лекций, круглых столов, выпуска научных изданий с той целью, чтобы у студентов была возможность поучаствовать в различных научных процессах. Также хотелось бы сказать, что именно Международный институт энергетической политики дает возможность студентам попробовать свои навыки на практике. То есть у нас есть множество различных программ сотрудничества с крупнейшими банками и крупнейшими корпорациями. Так лучшие из лучших студентов смогут попасть на практику или на стажировку. И Международный институт энергетической политики способствует тем студентам, кто пытается добиться улучшения своих профессиональных навыков. А будут ли преимущества именно у членов инновационного клуба? Вот в этом вопросе. Разумеется, потому что, во-первых, студенты, которые активно осуществляют научно-исследовательскую деятельность, уже постепенно начинают приобретать определенный склад ума, аналитический, что позволяет им достаточно легко справляться с какими-то проблемами, понимать и быстро обрабатывать информацию, понимать, как она может быть применена и использована. Разумеется, инновационный клуб заимствует опыт у клубов, которые уже на протяжении нескольких лет достаточно успешно функционируют на базе МИА Пунгемо. К таким клубам относятся Арктика и Клуб Мировая энергетическая политика. Разумеется, опыт этих организаций колоссален. Они проводят огромное количество различных круглых столов, дискуссий, лекций, семинаров. К их основным, наверное, самым важным мероприятиям относится международная модель Арктического совета, модель ОПЕК. И, конечно же, это не ограничивается только стенами вуза. Например, за последний год члены клубов побывали в Канаде, в США, на Аляске, в Италии, в Испании, также в Норвегии и в многих других странах. Вы в своей работе ставите себе такие же долгосрочные планы и перспективы? Разумеется, одним из приоритетных направлений нашей деятельности на данный момент является коллаборация с другими вузами. Отдельное внимание хотелось бы, конечно же, уделить техническим вузам, так как инновация сама по себе – это двусторонний процесс, который включает и техническую сторону, и управленческую. И, как мне кажется, своеобразный союз с представителями технических профессий может нас продвинуть далеко вперед. Ну и, разумеется, никто не исключает международный опыт, он безумно важен. И, конечно же, если мы хотим идти в ногу со временем, мы должны полагаться и на международное сотрудничество. Как часто будет проходить заседание клуба? Кого вы приглашаете в его состав? Заседание клуба будет проходить раз в две недели, по крайней мере, на данный момент мы определили такие сроки. И его состав мы приглашаем всех студентов, магистрантов, любых вузов, любых направлений, если они заинтересованы в инновационном развитии страны. То есть, как они могут вас найти, куда они должны обратиться, и какие необходимы, возможно, документы, подтверждающие что-то, чтобы вступить в ряды вашего клуба? На данный момент клуб существует не так давно, он очень молод, но мы уже создали страницу в социальных сетях, в ВКонтакте, поэтому все желающие могут присоединиться к нам на просторах интернет-пространства. Также можно написать представителям клуба, и дальше они уже расскажут всю подробную информацию по поводу вступления и присоединения к нашему активу. Какие спикеры будут приглашены на ваши встречи? Да, хотелось бы сказать то, что мы планируем проведение большого мероприятия. Это МГИМО Innovations Week или же неделя инноваций МГИМО. Это мероприятие будет состоять из ряда лекций, круглых столов, будут проводиться различные конкурсы. Например, это будет конкурс бизнес-проектов. Так у ребят будет возможность попробовать создать свой бизнес-проект, и мы сможем оценить творческий потенциал студентов, а также повысим их информированность об инновационном процессе в Российской Федерации и во всем мире. Так бы хотелось бы сказать, что все это было бы невозможным без поддержки руководителя Международного института энергетической политики, лауреата двух государственных премий в области науки и технологий, члена корреспондента РАН, а также президента Международной академии ТЭК Валерия Ивановича Салыгина. Спасибо большое за то, что у нас есть возможность развиваться и давать студентам возможность изучать инновационные процессы. Как я уже сказала, мы еще достаточно молодая организация, но у нас уже проходят достаточно интересные мероприятия. Одно из них – мастер-класс, который провел на данный момент советник председателя правления Национального платежного совета Андрей Юрьевич Лисицын. Между студентами и непосредственно выступающим разгорелась бурная дискуссия, и это, в общем-то, неудивительно, потому что обсуждались такие темы, как цифровая трансформация, применение технологии блокчейн в различных сферах, также подходы к правовому регулированию криптовалюты, поэтому обсуждение было достаточно бурным. Вы уже сказали о том, что в ближайшее время придет инновационная неделя МГИМУ. Когда она стартует? Ну, скажем так, это среднесрочное планирование. Она стартует в конце февраля и будет проходить в начале марта. Поэтому для научной деятельности эти сроки довольно короткие. Ну и самый главный вопрос – могут ли, я хочу повторить, принять в этой неделе, инновационной неделе МГИМУ, студенты других вузов? Конечно, мы будем приглашать всех заинтересованных студентов других вузов, магистрантов, бакалавров, даже аспирантов, то есть принимать участие в этой неделе могут все заинтересованные. Сама по себе инновационная неделя, во всяком случае, как это видим мы сейчас, это платформа для инновационного сотрудничества между экспертами, организациями и, разумеется, подрастающим поколениям в виде студентов-бакалавриата и магистрантами. То есть это будет очень активное, плотное сотрудничество, которое будет осуществляться, как уже сказали, через лекции, семинары, различные встречи. Я думаю, это будет интересно. В каждом клубе, в каждом сообществе есть свои правила и свои традиции, появились ли они у вас? Конечно же, существует уже ряд таких традиций. Например, каждый раз в две недели мы уже проводим заседания. Это происходит и чаще раз в неделю. То есть мы собираемся, обсуждаем прошедшую неделю то, чего мы смогли добиться. Происходит, наверное, планирование, да? Да, происходит, конечно же, планирование. У нас уже есть собственная, так сказать, внутренняя документация клубная. И у нас есть, конечно же, свои правила. Так, если ты хочешь быть членом инновационного клуба, то, конечно же, мы ожидаем активности от члена клуба, ожидаем заинтересованности. То есть к нам попадают лучшие из лучших, и это хорошо. Все-таки вот все ваши инновационные стратегии, программы, которые вы начали уже разрабатывать, которые в будущем появятся в рамках вашего инновационного клуба, на что они нацелены, где они будут реализованы. И есть ли у вас такая возможность? Одним из направлений деятельности МИЭП является привлечение лучших студентов, как я уже сказала, к научно-аналитической деятельности и работе, осуществляемой кафедрой управления инновациями, а также Центром стратегических исследований в области инноваций и цифровой экономики. Эта работа производится в интересах наших ведущих компаний-партнеров, Роснефть, Транснефть, Норильский Никель и другие крупные партнеры. Ну, в любом случае, есть возможность все инновационные технологии, которые будут созданы вами лично и вашими партнерами, вашими членами клуба, что они, возможно, будут реализованы на базе уже конкретных предприятий, крупнейших корпораций. Все возможно? У нас амбициозные планы. Даниил? Конечно же. Конечно же, студенты работают, как говорится, не наука ради науки, не теория ради теории, а теория ради практики. То есть любые идеи, стоящие идеи, которые будут созданы нашими студентами, будут приниматься и воплощаться в жизнь теми корпорациями, с которыми у нас есть договоренности и сотрудничество. Ребят, спасибо вам огромное за интересную беседу. Я надеюсь, что в самое ближайшее время к вашему инновационному клубу примкнут новые сторонники. И самое главное, желаю вам, чтобы все те технологии, которые будут разработаны благодаря вашим светлым головам, обязательно нашли реализацию. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин